Всем привет, ребята! Всем здорово! Наконец-то у нас первый теплый день и официально первый день, как пчелы пошли работать на рапс. Я уже, конечно, начал расстраиваться по началу этого года, но все же высокостный год начал проявлять себя со своей стороны и вот это стабильное тепло в начале апреля оно, конечно же, сказалось в дальнейшем на погоде. То есть резкое понижение температуры, дожди потом ветреные дни, опять дожди, опять понижение температуры сегодня с утра тоже у нас был туман, ну у меня в моем регионе и потом, конечно начало парить и пасека ожила наконец-то они начали нести. Я уже думал, что рапс с рапсом в пролете, потому что если есть в регионе рапс это очень хорошо, потому как он достаточно длительно цветет и он вносит достаточно хорошую коррективу в развитии то есть дает своего рода такой старт пчелиным семьям, они набирают хорошую силу потому как в дальнейшем будут уже минимальные взятки то есть будет какой-то короткий взяток по акации, но я говорю за свой регион я не знаю, как в других короткий взяток с нестабильной погодой в плане акации потом какие-то там 300-400 грамм они будут с лугой внести то есть тоже минимально и то это тоже будет зависеть от дождей если дожди будут, то будут работать если нет, засуха и тогда даже лугов не будет и потом безяточный период времени до самого подсолнуха около полтора месяца поэтому этот рапс он уносит хороший процент хороший скачок в развитии пчелиных семей конечно же еще и как пчеловоду это своего рода манипуляции по пасеке какие-то семьи подсилить сделать отводки потому как есть прирост пчелы вы можете сделать какие-то лишние отводки и это не скажется на развитии тех семей от которых вы отберете эти рамки с расплодом и в общем больше отводков крепче семьи или какие-то семьи подсилить сделать им скачок в развитии если матки там хорошие поэтому рапс это это очень хорошо ну конечно же если его не травят и сегодня ребят сегодня что сегодня я хочу показать вам как я буду ставить ващину значит были там своего рода комментарии что ты типа там ставишь ващину в разрез но опять же либо люди не запоминают либо не следят то есть это делается когда вот вот это вот время когда стабильное тепло когда есть взяток когда пчелы активизировались оживились пасека ожила и пчела работает в плане пыльцы в плане нектара тогда можно ставить в разрез опять же акцент делается на печатный расплод на выходе на силу семьи и ващина в разрез это никак не скажется на развитии или же или же каком-то дискомфорте пчелиной семьи в этом плане естественно много ващины пичкать нельзя то есть это надо по ходу действия так вот смотреть и сегодня давайте ребят мы посмотрим семью и поставим ващину я покажу как правильно ставить ващину потому что многие по-разному ставят ее я делаю так вот что еще хотел сказать ребят по поводу нуклеусов сегодня открыл нуклеусы хорошо просчитал время потому что обычно я маточники в стартерах долго не держу 10 дней надо чтобы вышла матка с момента прививки я обычно держу около 6-7 дней и потом раздаю маточники то есть это уже там более взрослая личинка которая обрела форму то есть это уже можно сказать практически полноценная пчела которая занимает всю сплошность маточника и и я уже на этой стадии раздаю в отводке конечно же хорошо тоже насыщенной пчелой то есть чтобы он там не застыл но так как у нас было резкое изменение погоды хотел я сделать раньше прививку то есть для чего я это делаю для того чтобы сделать раньше прививку подготовил места раздал и у меня как бы 4 4 дня то и 5 дней я делаю раньше прививку но так как у нас было резкое изменение погоды я боялся что маточники могут застыть то есть форма организма полноценная она может застыть в коконе и я побоялся ну маточники побоялся и держал их в стартерах в принципе что и было правильным достаточно ну и потом уже подсыпал нуклеусы нуклеусы я не выпускал потому что мой нуклеусный парк он в этом году только появился естественно у меня не было ни суши 145 суш вощину пришлось суш отстраивать в семьях и добавлять естественно кормов там нету поэтому поливал сиропом сверху эту отстроенную суши ну и все равно пчелу держать на этих трех рамках она конечно же слетит это был 9 день до выхода я поместил маточники в нуклеусы ну и естественно так как даже несмотря на то что у нас матки матки еще не вышли они еще находятся в маточниках все равно пчелы уже чувствуют присутствие матки и греют ее и при этом они не слетают поэтому нуклеусы открыл матки хоть она еще и не вышла находятся в маточнике они пытаются ухаживать за маточником стараются чтобы вышла матка то есть и как бы достаточно длительный период они были осиротевшие поэтому они уже никуда не слетят несмотря на то что условия у них не очень ну там три рамки и в них ничего нет поливал я только сиропом как я и сказал поэтому покажу вам сейчас нуклеусы и сейчас будем ставить вощину и такая вот тема будет как поставить вощину чтобы не навредить пчелиным семьям и не навредить развитию чтобы это никак не сказалось на развитии я вам покажу как делаю это я так что поехали ребят ну давайте сразу я вам покажу нуклеусы вот видим что пчелки хорошо носят в пыльцу нектар работа пчелы вот я в принципе они уже и облетелись ребят они уже и облетелись нуклеусы ну вот я раздал маточники вот видим пчела наша вся на месте ну были конечно у меня кое-где и медовые рамки я им дал медовое вот у нас тоже маточник как видим пчелка вся на месте здесь она облетелась и зашла ну сегодня у нас получается десятый день сегодня должны не выйти но я смотрел еще не вышли еще не вышли правда выйдут наверное вечером ну и здесь такая же вот ситуация вот маточник вчера пальца себе резанул здесь чуть-чуть поменьше пчелки потом если что досыпем но для вывода матки достаточно то есть такие вот дела все четко тут еще вот они облетаются здесь я вот сверху поместил цоколь маточник вот видим как они его греют значит матка жива ну и здесь такая же вот ситуация тоже так что вот такие вот дела вот мы видим наша пчелка уже вот обножка есть уже несут обножку в нуклеус не успел конечно маячки поделать с прищепок ну и сделаем вот видим как пчелка работает на рапсе сегодня прям замечательно она работает и сегодня мы будем раздавать ващину так как в принципе мы можем это сделать вот видим 12 рамочный улей уже битком пчелы развитие есть когда есть условия для развития если их нету начинаются танцы начинаются танцы так ребят нам нужно строить нашу вощинку поэтому некоторые мы рамочки уберем уберем стал я конечно перед литком но ничего дадим им две рамки вощины вот эту темную как раз темная сушь у нас мы ее уберем вот видно уже вот струсил я нектар свежий пронесли уже пруд срапса нектарчик это им под мед вот маска еще порвалась пришлось одеть старую вот видим маточка работа маточки отличная значит ребят как ставить правильно васину так дойдем дадим вернее пчелке зайти пусть она зайдет с поля чтоб не так они злились боя стал перед литком ребят как ставить овощинку чтоб ее побыстрее отстроили то есть как я и сказал учитывая все подходящие условия которые уже есть и не будет в дальнейшем наличие хорошей силы печатного расплода на выходе мы ставим мы ставим ребят овощину сразу после недельного открытого расплода либо однодневного если он засеян и если уже есть пчела которая зашла на сот и начала работать по кормлению яичка личинки значит вот у нас первая рамка такая мы видим засев видим недельный расплод однодневный расплод увидим что пчела зашла и она уже здесь работает значит ставим вот сюда нашу овощину ставим сюда нашу овощину первую вот сюда все таким образом они ее быстрее отстроят ну и здесь мы видим однодневный расплод вышел расплод старый и маточка зашла и тут же засеяла также можно возле печатного расплода ставить рамку там тоже выйдет молодая пчела она естественно сразу работает в улье вот мы тоже видим полностью рамочка засеяна это у нас недельный открытый и ставим можно через две можно через три ставить вощину и здесь у нас тоже засев полностью полностью рамка засеяна давайте поставим через три так как у нас здесь там лучше качество расплода а здесь у нас уже печатка и недельный тоже вот засев полностью поэтому мы поставим здесь поставим здесь нашу вощинку так потерпите красотки сейчас я уже уйду немножко тут подправим и пусть они у нас работают все этого более чем достаточно то есть мы видим что пчелка только утоляет свой голод она еще толком не несет нектар и видим что у них предостаточно места и пространство сота оно гуляет то есть им есть куда складировать нектар матки есть где работать и плюс мы им дали две овощины матка конечно же будет тоже на них поделать яйцекладку то есть видим что вполне места предостаточно ну я думаю ребят через дня четыре можно просмотреть и уже предпринять следующее решение по этой семье то есть так как здесь хорошая сила на 12 рамок так как здесь есть и печатный расплод на выходе то можно их еще пригрузить и дать им еще вощину ну естественно дать второй корпус что-то поднять наверх и добавить им вощину либо же сделать отводок сделать отводок здесь вполне достаточно чел для того чтобы принести хорошее количество меда с рафса и как бы если вы заберете две рамки это никак не повлияет ну и конечно же вы таким образом обновляете гнездо вы обновляете гнездо все то есть наша работа закончена вот так вот я делаю разрез ставлю ващину за 4 дня они ее отстроят и все будет замечательно так что все всем пока всем счастливо всем удачи Продолжение следует...